Сюжеты футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за игрока. Итак, сегодня у нас два месяца, как обычно практически, октябрь и ноябрь. Сегодня у нас стартуем с матча Лиги Чемпионов против своей бывшей команды, против Ювентуса. Ну а дальше через два дня у нас матч против нашей самой первой команды, с которой мы начинали нашу карьеру. Дальше у нас отборочный к чемпионату мира против Румынии и Чехии. Вроде как должны, естественно, выиграть, забирая здесь шесть очков. Потом матч с Баварией, потом третий тур Лиги Чемпионов с Зальцбургом. Интересный матч против Шальки. Кубок еще Германии также будет сегодня. Ну а в ноябре, что могу сказать? Два матча Лиги Чемпионов и матч против сборной Франции. Ну еще можно вот Боруссию тоже акцентировать на это внимание. Ну что же, встречаемся против своей бывшей команды. Мы впервые встречаемся против Ювентуса. Единственный раз мы встречались против своей бывшей команды. Это как раз в составе Атлетика, но только против Наполе в прошлом сезоне. На стадии 1-8 Лиги Чемпионов. Тогда мы их выбили оттуда. Ну, а сегодня еще и Ливий на нашем стадионе. Поехали. Итак, разоминается Джейдан Санчо. Один из ключевых игроков этого сезона в Боруссии. До сих пор, причем он не уходит оттуда. Уже сейчас получается, какой у нас год, 2024-2025, вроде как, должен идти сезон. То есть мы сейчас опережаем от реального, ну, на 4 года примерно. Поэтому за 4 года он еще ни разу никуда не ушел. Остался он до сих пор в Боруссии. Ну и посмотрим, как мы сегодня сыграем против Ювентуса нашей бывшей команды. Поехали. И мы все-таки забиваем Ювентусу. Отлично, 80-я минута. Праздновать, естественно, не будем. Хоть и в Ювентусе у нас не очень сложилась карьера, но все-таки все равно я праздновать не буду. Но гол мы отлично сейчас разыграли с Брантом. Или это Санчо был? Это вообще Казимира, да? Да, это вроде Казимира. Санчо вот слева был. В касании у нас получилось пробить. И мы забиваем первый гол за Боруссию в Лиге Чемпионов. Ну и забиваем именно Ювентусу нашей бывшей команде. И отлично, 1-0 на 80-минуте мы выходим вперед. Причем Ювентус именно та команда, против которой нам будет тяжело выходить с первой строчки. Но мы будем бороться за этот выход. Тот отдает на меня. Неплохо, знаете. И я еще и в ближний угол забиваю дубль ворота Ювентуса. Я снова не буду, естественно, праздновать. В 88-минуте дубль ворота Ювентуса. Каково Ювентусу было у меня за копейки? Они действительно меня за копейки продали. Ниже там рыночной стоимости они меня продали в Манчестер-Сити. И вот. В Сити я показал свой лучший футбол. Потом показал еще на протяжении в чемпионате Испании. Я еще и стал лучшим игроком чемпионата Испании. Еще замечательно. Я выиграл в том сезоне еще и Лигу чемпионов в составе Атлетика. Поэтому Ювентус просто сейчас кусает локти. Хотя на тот момент действительно мне надо было продавать. Я сам пытался уйти. Но в Наполе я намного лучше выступал, чем в Ювентусе. Ему же штрафной. И хэт-трик, друзья. Хэт-трик в матче Лиги чемпионов против Ювентуса. Мы забиваем за последние 12 минут у нас получилось забить хэт-трик в Лиге чемпионов именно Ювентусу. Это вообще очень обидно сейчас забить хэт-трик своей бывшей команде. Но очень хорошо здесь всех разложили. Еще и в ближних пробили. Все замечательно у нас получилось. Ван Бесако сдерживал нас. Конечно, еще хорошо, что и Вови здесь подпрыгнул. И все. Это 3-0. Мы забиваем хэт-трик в ворота Ювентуса. Наш третий мяч заборусил Лиги чемпионов. Что это может значить? Вот 80, 88, 90 минута. Ювентус поплыл в концовке. И мы выигрываем с ашетом 3-0. Ювентус у себя дома. Отлично задел. Мы получаем, естественно, футбольный мяч за этот матч. 4 удара, 3 гола мы забили. Все, это единственные вообще были моменты. Это второй хэт-трик в сезоне. Спасибо. Итак, у нас сейчас будет матч против Штутгарта. Нам надо только посмотреть. Вот уже, наверное, должны все-таки выставить, кто все-таки стал лучшим игроком. Получается, с сентября. Игроки в сборную отправлять. У нас в Румынии, из Чехии матчи. И сейчас мы глянем. Я стал... Снова, друзья, кстати, смотрите. Я второй месяц подряд стал игроком месяца. Это замечательно. Это мне прям льстит. И надо намного лучше играть. Потому что, я думаю, из-за игры с Фольфсбургом у нас ничего не получится. Сейчас идет у нас седьмой тур. Мы отстаем на два очка от Баварии. Лейпциг тоже там где-то потерял свои очки. Но они вроде теряли там Байер, где с нами был в этой тусовке. Но вот. У нас будет скоро матч еще против Баварии. Так что надо с ними еще набирать очки. Но нельзя их терять в других матчах. Игра у нас снова против бывшей команды. Теперь уже против Штутгарта. Ясно. Хотя бы на стадионе. Поехали. Итак, сейчас показывают именно меня. Потому что я дважды подряд стал игроком месяца в Германии. И это замечательно. Дважды я становился вроде вот только в Атлетико Мандриде. Мы там так и написали февраль и май. Или февраль и апрель вроде вот так вот. Но здесь мы уже официально и точно август и сентябрь чисто за нами. Можем попробовать сейчас три подряд взять. Такого у меня еще не было ни разу в карьере. И вот. Это сейчас опасный момент. И он возникает. Вот и Брандт 1-0. Наша голевая передача на Брандта. И отлично. 78-я минута. Если не ошибаюсь, это третий гол Брандта. И третий гол Брандта с нашей голевой. То есть у нас прям все супер с ним получается. Это взаимопонимание. Уже третий гол с ним. Так сказать, намутили с моих голевых. Не знаю, сколько он мне отдал. Здесь очень классно получилось. Гол, конечно, такой себе. Но не пахнет. С рикошетом, наверное, еще. Нет, кстати. Ну, вот от перчатки только. Но это он сам не потащил. Да, третий гол Брандта. Заканчивается матч. Для меня он тоже важным был. И мы его выиграли. Голевую отдали на Брандта. 1-0. Оценка плохая. Вряд ли мы будем игроками месяца в октябре. Потому что ни одного удара не нанесли. Там один и кто-то не в створ. Так что бить нам надо было в этом матче. Но не получилось, к сожалению. Итак, мы продолжаем тренировки здесь. Хотя они тоже вряд ли нам что-то помогут. Сейчас мы идем на третьей строчке. У нас два очка. Две ничьих у нас. Чехия пока что два своих матча выигрывает. И это шансы. У нас с ними будет матч. Румыния ни одного матча не выиграла. Поэтому надо нам сейчас и румынов обыгрывать на выезде. И сборную Чехии. Мы играем на выезде, естественно. Дождь на стадионе. Поехали. Итак, наш третий матч на квалификации на чемпионат мира 2020. Получается шестого года. Мы отыграли два первых матча в ничью, к сожалению. У нас сейчас матч с румынами и дальше с чехами. Если я ничего не путаю. Поэтому нам надо чехов-то как раз и обыгрывать. Они сейчас две победы имеют у себя в активе. Но мы стали лучшими игроками месяца в чемпионате Германии за сентябрь. И отлично. 1-0. Сборная России на выезде повела. Сороковая минута. Спокойно здесь в нижний угол еще и пробили. Так покатили. И классно. 1-0. Сборная России против Румынии. Мы забиваем свой первый гол на квалификации к чемпионату мира. Очень хороший сейчас действительно гол. Не ожидал ни голки, ни оборона, что так будет. И первый гол на квалификации. Ну и конечно же пенальти. Кто бы сомневался. Ну да. Первый вообще удар сейчас в створу у сборной Румынии. Она сравнивает. Это просто вот дичь. Ну не может быть так-то, а. Он ничего Кутепов там не делал. Ребят, ну это просто жесть какая-то. 1-1. Но не может так играть сборная, которая обыграла Голландию 3-0. Которая играла на уровне со сборной Испании на чемпионате Европы. И просто вот этот один гол, который они забили в пенальти. Это их второй удар в створ был за матч. Сейчас вы увидите. Ну ладно, здесь они побольше били. Но все равно так же, как и мы. Ну почему ничья-то? Это просто несправедливо было. Так. Не играли еще Франция и Чехия там. Мы играем со сборной Чехии. И Чехии проиграли по ходу французам как раз свою игру. И сейчас у нас есть шанс. Если мы обыгрываем Чехов, то мы попадаем на их стольку. Тут еще и Венгрии выиграли все-таки одну свою игру за эти 3 матча. Одну проиграли и одну в ничью сыграли. Но сейчас нам надо обязательно выигрывать Чехов. Итак, четвертый тур квалификации к чемпионату мира 2020, получается, с шестого года. И у нас матч против Чехов, которые проиграли свою игру французам. Нам надо обыгрывать Чехов. Если у нас будет 2 победы над Чехами, это уже будет замечательно. Потому что сейчас у нас 3 ничьи на старте. Это очень обидно. 2 со счетом 1-1, где просто сравнивали счет в очень непредвиденных обстоятельствах. И это было очень обидно. И одна нулевая. Поэтому сегодня нам просто нужно выигрывать. Пока что она вроде как получается. Проходим дальше с мячом. И это 1-0. Очень хорошо сейчас получилось нам Чехов забить. Отлично. 12-ая минута. 1-0. Классно сейчас получилось. Сами причем сделали эту атаку. Протащили, забили. Здесь у нас прям висел защитник последний. Здесь махнули, пробили. В дальний угол. Рядом с вратарем уж точно. Наш второй гол на квалификации. Но только пока что нам не гол, не наша голевая. Побед, к сожалению, не приносят. Отлично. Оборона опять Чехов очень плохо сейчас играет. И это наш дубль. Ну все, друзья. Здесь мы точно должны выигрывать. Если мы уже дубль к 18-й минуте забили и Чехам тем более. Значит все. Мы сравниваемся с Чехами по очкам. Теперь нам надо очень хорошо и достойно сыграть против французов. Ну и в ответке против Чехов тоже хорошо сыграть. Очень сейчас классно получилось. Это 2-0. Наш третий мяч на квалификации. Это супер. Итак, победа сборной России над сборной Чехией. С счетом 2-0. Наш дубль нам приносит победу. Наконец-то первую. Ну и сейчас мы сравнялись по очкам с Чехами. Вот. Сейчас глянем на какой мы строчке в квалификации к чемпионату мира. Мы на второй сейчас строчке. Для нас это отлично. С Чехами сравнялись. И все. У нас замечательно. У нас игра сейчас с Баварией. Если мы выигрываем сегодня Баварию, у нас будет 22 очка. И мы на одну очку будем их опережать. Но как-то мы уже играли с немцами. Именно с мюнхенцами. В лиге чемпионов с атлетиком их выбили. С Барусией мы сыграли с ними в ничью в основное время. И по пенальти проиграли им наш суперкубок Германии. Ну что ж. Сыграем очередной матч. Теперь это Дерклассика. Лаутар Мартина сейчас так нам противостоит. Поехали. Итак, готовятся игроки Баварии. Сегодня действительно очень много внимания приковано именно к этому матчу. Бавария-Барусия. Ну и Джейден Асанчо нам показывает. Я не знаю, как мы будем все-таки играть. Мы как-то неубедительно с Барусией выступаем в чемпионате. Сыграли минимально, обыграв со Штутгартом. Вот 1-0. Но посмотрим, как мы все-таки против серьезных команд. Мы нормально вроде как играем. Если Бавария будет все-таки идти там на первой строчке, мы будем подумывать к переходу к ним. Если, конечно, они предложения о трансфере дадут. Ауар. И какая сейчас просто идеальная передача была на Карас. Но не может быть так, чтобы это просто сейчас очень грамотно было сыграно. На 1-0 мы проиграем Баварии. Пропихните уже. Ну кто-нибудь. И Санчо просто уже забивает на 94-й минуте 1-1. Слава богу. Без голевой вообще без разницы. Лишь бы получилось вот так вот у нас. Фух, слава богу. Хотя бы не проиграли Баварии. Очень классно сейчас получилось здесь. Моя подача все-таки она была. Здесь Маркинис что-то затупил. И Санчо все-таки пробить-то смог. Для Санчо это третий гол. Ну и все. Здесь уже на 90 все-таки Санчо забил. Поэтому уходим мы на... Все. Заканчивается матч. Ничья 1-1. Супер. Супер все у нас получилось. Без голевой. Обидно. Ну да ладно. Ну что же. Проводим мы нашу тренировку. У нас могли там короткие пассы прокачаться. Так. Сейчас у нас месяц октябрь. Подходит уже к концу практически. Голевые пассы мы кстати на сезон все выполнили. Вон. У нас там галочка стоит. Я могу запросить на трансфер. Я запрошу. Будем ожидать предложения от Баварии. Почему бы и не перейти в Баварию именно будет нам. Потому что они сейчас неплохо прям там идут. Бавария прям лидер такой в Германии постоянно. Поэтому посмотрим что из этого выйдет у нас вообще. Игра у нас против Зальцбурга. Так. И мы сейчас смотрим. Тренер Баруси не захотел нас выставлять на трансфер. Мы еще раз запросим. И я не гордый. Могу еще раз попросить. И у нас матч против Зальцбурга. Ну что же. У нас третий тур Лиги чемпионов. Матч против Зальцбурга. На выезде у нас так хорошо. Прямо для нас именно совпало. Что мы играем с самой слабой командой. В группе два матча подряд. Это третий и четвертый тур. Пока что у нас все замечательно. Если мы сейчас обыграем Зальцбург. Мы будем заговорочными лидерами. После первого круга в Лиге чемпионов. Ну и шансов у нас уже точно много будет. Даже несмотря на то. Что мы можем один матч и Вентус как раз обыграть. Если выиграем и Бешикташ. И двухматчевое противостояние против Зальцбурга. Интересный матч сегодня. В Австрии мы играем. Вроде я ни разу еще не играл против Рэдбула. Если ничего не путаю. Дождь на стадионе. Поехали. Итак. Замечательный стадион в Австрии. Рэдбул Зальцбург нас приветствует. Сегодня у нас третий тур Лиги чемпионов. Два матча мы выиграли. Обыграли 2-0 Бешикташ. Обыграли 3-0 Ювентус. Забили Ювентусу хэтрик. Для нас все замечательно. У нас три гола в двух матчах. Еще одна голевая в матче против Бешикташа. Поэтому сегодня будет интересно посмотреть против слабой. Уже действительно команды самые слабые в группе. Как они все-таки сыграют. Ну а здесь штрафной. Если мне дадут, да, мне дают. Я его сейчас попробую забить, естественно. И это гол со штрафного. Отлично. Давно мы с вами не забивали. Вроде последний раз это было со сборной России. Так что на клубном уровне вроде. Это мой вообще действительно первый гол. Так что поближе прям подошли. Мы к штрафной на нас свалили. Я решил все-таки мяч отдать. Потому что штрафной забить всегда приятно. Ну и в самую девятку. Ну тут как-то нет. Но я метился в самую девятку. Вы это видели. Четвертый мой мяч в Лиге Чемпиона. В Задорненскую Баруси. Но прям очень хорошо полетел. Замечательно. 1-0. Мы уже на седьмой минуте выходим вперед. Но это замечательно. Хотя мы лучшие ассистенты в Бундеслиге. И вот замечательно. На Бранд отдаем. И Бранд забивает. Это наша голевая передача. Вторая в Лиге Чемпионов. И 2-0 мы ведем в матче. Замечательно здесь мы отыгрались с Брандом. На Бранд-то прям у нас очень много голевых передач. 3 в Лиге. Здесь теперь еще. В Лиге Чемпионов 4. Уже голевые мы на него отдали. Сколько он на нас отдал вообще непонятно. Но нам в чемпионате было лучше забивать. Нежели чем в Лиге Чемпионов. Потому что там нас уже Нью-Хаус из Баварии догоняет. И сами там борются за мяч. И вот так вот пропускаем. Естественно Бернеда какой-то нам забивает. Потому что Казимира не боролся сейчас за мяч этот верховой. Он просто мимо шел. Мы здесь и сами вроде как пробегаем. Получается если. И держите. 3-1 дубль в нашем сегодняшнем матче. Отлично получилось здесь. Я думаю что сейчас все-таки. Я так много раз пытался и в Чемпионате. И в Лиге Чемпионов так сделать. То Бандайк у меня мяч. В матче с Ювенусом отбирал. Здесь у меня получилось. На ложном замахе остановил мяч. Немножко продвинулся. И именно правой ногой чтобы пробить. Наверняка. Еще и здесь немножко вот так вот продвинулся. Два касания после остановки сделал. Отлично. 80-я минута. Пятый мой мяч в Лиге Чемпионов. Я могу сейчас стать там лидером еще в Лиге Чемпионов. По забитым мячам. Панхичан с мячом. Санчо вообще красавчик. Санчо молодец. Остается тут пару минут. Санчо в свои ворота мяч сейчас срезает. Ты идиот. Вот серьезно. Ты идиот. Победа Боруссии 3-2. Очень какой-то потный прям матч. Мы Ювентус 3-0 выносили. А здесь нам и Санчо в свои ворота мяч срезал. Вообще замечательно. Итак, в Чемпионате у нас отставание в 2 очка. Как я и говорил. Лидерство в 1 над Лейпцигом. Так. Запрос на трансер. Что там? Ну, с руководством еще должны поговорить, естественно. Ну и сейчас мы смотрим. Да, у нас здесь матчи. Так, что тут у нас? Ваши последние запросы на трансер. Тренер меня не хочет отдавать, выставлять вообще на трансер. И отдавать кому-то. Я все равно буду просить. У нас домашний матч против Шальки. Сейчас нам надо просто обыгрывать всех. И ждать, что Бавария с кем-то либо проиграет, либо ждать, когда у нас будет ответный матч с Баварией, чтобы их там уже дюркнуть. Но посмотрим. Наш стадион. Пасмурно на стадионе. Поехали. Итак, интереснейший матч сегодня у нас. Баруся против Шальки. Андрей Хорев, Джейден Санчо, Бранд. Здесь сейчас разминались на ваших экранах. И вот домашние болельщики Баруси. Замечательно подготовились. Но это матч очень интересный. Будет сегодня Баруся против Шальки. Шальки нету в топ-6 даже сейчас команды Бундеслиги. Но Шальки нам вроде предлагали переходить в их клуб. Не помню только откуда. Вроде из Манчестер-Сити. Либо когда мы в Реале были. Не помню, честно. Вот. Либо даже уже когда из Атлетика нам Шальки предлагали переходить к ним. Мы дождались хорошего предложения от Баруси. И готовимся выигрывать чемпионат Германии. Но надо, по крайней мере, пока что хорошо сейчас отыграть. Начало. Форму мы вроде хорошую пока что вошли. Ох, как у нас Сар здесь просто сразу же отбирает. Пелегрини. Мы на второй строчке, нам сейчас показывают, да. У нас 15 разницы голов. Там Бавария прям либо хорошо забивает, скорее всего, это. Потому что мы и так мало пропускаем. Всего лишь два мяча. Хорошую передачу мы прямо сейчас отдавали здесь на Евобе. Санчо сбрасывает на нас. Мне надо было сейчас просто забить. Но этот Абду меня даже не пускает. В штрафную сейчас. Зачем вот эти передачи в никуда сейчас были? Нельзя было вот подождать, например. Подача здесь Абду какой-то. Ну, естественно, Сарта забивает. Бесполезно здесь что-либо говорить. Все так всегда и будет. Первый просто момент у Шальки. И они его, естественно, забивают. Джейдан Санчо. Отдает на меня передачу. Я в штрафной. И отлично. 1-1. 76-ая минута. Долгожданный мой гол. Восьмой вроде в Бундеслиге. Ну, и отлично у меня получилось здесь все. Вместе с Джейданом Санчо разыграть эту атаку. Счет 1-1 в матче против Шальки. Единственный мой забитый гол хотя бы сравнял. Ну, что же, на тренировке у нас наконец хоть что-то прокачалось. Это короткий пас. Стал 85-м теперь. Ну, неплохо мы пока что забиваем. Конечно, голевые отдаем. Матч у нас сейчас против Хофенхайма. Последний запрос на трансфер. И тренер нас еще до сих пор не хочет выставлять. На трансфер. Снова мы просим это. Итак, у нас, не знаю, какой это вообще матч. Второй тур Кубка Германии. Ну, что же, выездной матч у нас против Хофенхайма. Это Кубок Германии. Наша первая стадия. Ну, вот новый для нас турнир. Это, как я понимаю, разница с ней он. Очень прям похож на него. Туман на стадионе Презаро-Арена. Поехали. Кубок Германии. У нас первый матч на выезде. Матч против Хофенхайма. Вроде мы выступали в Кубке Германии. В составе либо Штутгарда, либо Гамбурга. Вот. Ну, не помню как, если честно. Мы выступали. Не помню даже голы ли мы забили в этом турнире. Но вот мы вернулись. Чтобы поднять этот кубок теперь уже точно над головой. И вот, отличный сейчас шанс. Вроде как мы до сих пор даже с мячом. На. Бранд 1-0. Отлично. 53-я минута. Отдаем очередную голевую на Бранда. Просто вот мы идеальная связка в Баруси. Вот такое у меня... Немного сейчас вообще вспомню. Таких именно связок у меня было. У меня связка с Квинси Промсом. Ну, в Аяксе. С Вабьи она была в Наполе. В Ювентусе практически ни с кем такой связки у меня и не было. В Сити. Да тоже там ни с кем так сильно прямо не контактировал. Вот в Атлетика. Мое трио это Сауль, Жоа Феликс и я. Вот. А вот здесь вот именно в Германии у меня появилась такая классная связка. Которую вот меняют постоянно. Это Бранд. И вот мы уже здесь. И на Эриксона еще голевую отдаем, а? Две голевые за матч. И Хофенхайм проигрывает сейчас Баруси 2-0. И все, друзья. Мы проходим дальше в Кубке Германии. 2-0 мы обыграли Хофенхайм. Две голевые получилось у нас отдать на Эриксона и на Брандта. Очередной запрос на трансфер. Но здесь да. Так. Последний. Все. Нас выставили на трансфер. Отлично. Глянем сейчас. Может уже у кого-нибудь есть предложение. Нет пока что. Просто выставили на трансфер. И у нас остается последний месяц на сегодняшний выпуск. Кстати, Лейпциг догнал теперь Баварию. Бавария вот сыграла за то, что с нами в ничью. Или нет? Она уже с кем-то либо проиграла. Либо я не знаю с кем. Может быть с Лейпцигом они сыграли. Сейчас мы глянем последний матч в лиге. Где там Бавария играла. Бавария проиграла Ганноверу, кстати. Который выиграл в тот момент в первую Бундеслигу. Ну, а что по новостям. Мы не станем кандидатами на октябре точно. Потому что провальные просто матчи были. Да, здесь и Синьон. Ореги, наверное. Кто вообще не знает. Или знаю. Милех, да. Китель еще из Гамбурга. Вот. Ну что же, у нас матч выездной против Кёльна. Ну что же, у нас выездной матч. Поехали. Кёльн будет играть в белый. Мы давайте в нашу вот эту черно-желтую отыграем. Облач на стадионе. Поехали. Итак, снова показывают нас. Мы сейчас идем в списке лучших бомбардиров. У нас на один гол больше, чем у Ньюхауса из Баварии. Этого полузащитника у него 7, у нас 8. И также у нас 8 голевых передач. Вроде как только 3 у второго ассистента в лиге. А у нас 8. То есть 5 голевых передач у нас лидерство. Но я бы сейчас сделал больше акцент именно на голы, чтобы отрываться и становиться лучшим бомбардиром. Но у нас матч Кёльн-Боруссия. Поехали. Очень интересно. Нерезультативная самая команда лиги. Это у нас Кёльн. За 9 матчей у них 8 забитых мячей. Ну и сейчас, естественно, они забивают. Вы просто посмотрите. Ровно они тайминг словили. Самая нерезультативная команда лиги. Естественно, они забивают. Десятая минута. 1-0. Еще какой-то у нас Лошара на вороту стоит. Львакович там вроде какой-то. Где бюрки? Мне вот это вот больше стало интересно. Почему не бюрки? И есть 1-1. Вот сейчас вот очень классно мы прям отыграли. 1-1. Замечательно. Наш получается там вроде 9-й гол в Бундеслиге. Ну и круто. 1-1. Время еще есть, чтобы выйти вперед. Сейчас очень грамотно мы все сыграли. Мяч главное поддержали у себя. Здесь вот дрэкбэк хорошо прошел. И голкипер даже не стал выходить. Ну и пропустил в дальний угол. Да, 9-й гол. Такой же, как и номер у меня на спине. И Казимиру. Отлично. Отлично. 2-1 на 86-й минуте мы выходим все-таки вперед. Сейчас самому не получилось слевой пробить. Тут просто вариантов не было. Я не умею подбирать ему ногу, чтобы он сам пробил правой. Это раз на раз так получается. Но здесь прям очень хорошо отлетело прям на Казимиру. И все, друзья. Минимальная победа Дортмунда на выезде над Кельном. Мы сыграли и выиграли. Ну это волевая для нас победа уж точно. Почти голевую мы, можно сказать, отдали. В хоккее бы засчитали так. Но здесь у нас только гол за этот матч. Оценка у нас очень хорошая 9-3. Это первый матч в ноябре. Можем, если будем так и продолжать. Стать лучшим игроком еще и месяца. Так, у нас сыгра против Red Bull Зальцбурга. Прошлый раз мы сыграли на выезде со счетом 3-2. Это просто что-то было невероятное. Мы пытались или как, но потом там и 3-1, и 2-1 вроде счет был. И Санчо в свои ворота забил. Было очень обидно. Сейчас мы глянем, кто стал лучшим игроком месяца. Милик. Остановится игроком месяца в октябре. А сейчас действительно, там и Лейпциг в чемпионате шел выше Баварии, хоть и при равенстве очков с ними. Кстати, Бюрки теперь в составе, это уже меня радует. Ну и глянем сейчас в мои действия. Манчестер Юнэйта делает предложение. Я бы действительно перешел без проблем. Но мне надо остаться в Германии. Либо вот останусь в Баруси, либо перейду в Баварию. Вот только такой сейчас у меня есть вариант. На этот сезон именно. Но потом будет вариант, естественно, с переходом в ПСЖ. Буду ждать от них предложения. У нас домашний матч. Пасмурно на стадионе. У нас мало стамина. Надеюсь, смогу замениться попозже. Почему Лопеса с Эриксона нельзя было сейчас поменять? Вот это странно. Поехали. Итак, разминаются игроки Баруси. Сейчас у них после первой половины группового этапа. Уже, кстати, прошла. Сегодня четвертый тур. Баруси выиграла все три матча. Обыграв и Фенербахче, и Ювентус, и Рэдбул. С Рэдбулом, кстати, было больше проблем. Мы 3-0 вынесли Ювентус. Мой хэтрик. Потом 2-0 мы сыграли с Фенербахче. И тут 3-2 с Зальцбургом. Что это вообще было? Команда себя очень хорошо показала. Значит, мы не были конкретно готовы именно к ним. Я не буду отыгрывать здесь полный матч. У меня мало стамины. Вот можно же... Вот ты уже принял. Увидел, что он у тебя не отберет мяч. А дай ты передай. Зачем он стоит и ждет, пока у него отберут реально. ТТ сейчас. ТТ с мячом. Естественно, они забивают. Что еще здесь оставалось? Они просто вот вообще... Что это? А почему он сейчас крутанулся вокруг него-то? Почему такие проблемы стали с обороной-то происходить? С Кёльном так же. Все у нас меняет. Давайте я играю остаток матча команды. Потому что это вообще нереально так играть сейчас. Чтобы они еще и проигрывали из-за бага какого-то. Я не собираюсь. И отлично. 1-1. Получилось все-таки. Вот, посмотрите. Какого фига. Вот сейчас вы увидите. Я подбегу даже к камере. Он даже не подбежал к камере. У него тоже 9-й номер. Как это вообще понимать? Заменили игрока с 9-м номером на 9-го номера. Это как можно понять-то? Вот этот баг меня просто уже немножко действительно раздражает. Начиная с Аякса это началось. Когда у Кунта Лара был мой номер. Санчо видит Бранта. И Брант. Брант. Брант 2-1. На последних минутах мы вырываем победу. Ах, как классно-то это сейчас действительно было. Все. Не зря все-таки я взял управление командой. Я, наверное, так и буду делать. Потому что действительно какой-то баг словился на этом сейве. С самого начала, наверное. Потому что мы сразу же, посмотрите, как вышло в А20 начали эту карьеру. Ну, отлично. Прямо здесь все получилось. И Брант забивает свой. Какой уже был в Лиге Чемпионов? Второй. Ну, неплохо. Минимальная, но победа в Лиге Чемпионов. В четвертом туре у нас получается уже 12 очков в группе. Сейчас мы посмотрим. Ну, 7-0. Оценка всего лишь один удар там был в створ за весь матч. Посмотрим, как отыграл. Бешикташ проиграл Ювентусу 1-0 дома. Игроки отправятся в сборные. И предложение о трансфере. Вот как раз нового Манчестер Юнайдер нам предлагает. Я отклоню. Но с радостью перешел бы к вам после еще одного сезона. У нас сейчас важно очень... Так, это что еще? Предложение еще об одном трансфере. В Ювентус. Они снова нас хотят купить. Да, конечно, после того, как я вам хэт-трик в Лиге Чемпионов забил. У нас такая вот ситуация, кстати, произошла. Можно это увидеть. Бавария потеряла свои очки. Посмотрите на нас, посмотрите на них. Они там проиграли Ганноверу вроде. Походу сейчас еще один они матч проиграли. Мы сейчас это глянем. Вот в ноябре. Если Бавария проиграла. Да, они проиграли еще и Лейпцигу. Который, кстати, вот теперь очень высоко поднялся. Но если мы выиграем сейчас Барусю Менхен-Гладбах. Который находится на 11-й строчке. И у них 3 победы, 3 ничьих и 4 поражения. Если мы их обыгрываем, у нас будет минимальное отставание в 1 очко до Лейпцига. А потом уже и с Лейпцигом будет игра. И Лейпциг уже реально будет, наверное, мне кажется, победить. Глянем, когда у нас там вообще будет игра с Лейпцигом. Она будет у нас перед зимним трансферным окном. То есть там как раз у нас все и будет ясно. Остаемся ли мы в Баруси, либо уходим мы в Баварию. Пока что у нас домашний матч против Баруси. Нам надо выигрывать. И каждый матч вообще. Вроде как из-за того, что я попросил замену в матче Лиги Чемпионов. У нас хорошо восстановилась. Стамина будем играть подольше, либо вообще весь матч. Дождь на стадионе. Поехали. Ну что же, тоже очень важный матч. Мы играем дома против дерби Баруси, можно так сказать. Баруси от Дортмунд против Баруси Минхенгладбах. Сегодня встречаемся. И очень это будет опасно. У нас сегодня, если мы побеждаем, будет минимальное отставание до первой строчки. Это РБ Лейпциг. Это с Наполи сразу же первый мой месяц, как я пришел. Но вот. И замечательный гол 8-0, а. Как замечательная оценочка 8-0. А не гол 8-й сейчас. Первый наш гол в матче. Дерби Баруси. Мы уходим вперед. Очень сейчас хорошо. Я пытался как-то на ложном сделать. Бежал. Я нажал на ложный. Это можно было бы слышать по микрофону сейчас. Или это я сделал. Сейчас глянем. Нет, это я не успел даже сделать. Я пытался сделать ложный, но быстро успел нажать на удар. Может быть, я из-за этого так забил. Компьютер-то видел, что я нажал на ложный. Но я не успел это сделать. Мой 10-й гол в Бундеслиге. Минимальная победа Баруси Дортнинг. Баруси Менхенгладбах. Наш единственный гол. Прямо с нам победу. Оценка немножко такая себе. Хотя и с Кёльном тоже один гол мы забили. Но оценка была намного лучше. Здесь именно из-за пасов зависит. Из-за позиции выбора. Из-за ударов. Но замечательный гол хотя бы мы забили. Очередное нам предложение о трансфере. Ливерпуль. Интересно, но нет. У нас игра в сборной России против сборной Франции. Против французов и румынов. Которые вот это получается первая строчка для нас. И третья. Румыны выиграли там свою игру. Нам сейчас тоже надо выиграть. И чтобы сравняться с чехами. А потом просто обыграть Румынию. Поэтому сейчас у нас выездной матч против сборной Франции. Самый трудный сейчас будет у нас, наверное, Парк Де Пренс. Поехали. Сборная России против сборной Франции. Стадион Парк Де Пренс. На этот стадион я хочу все-таки уже перейти наконец-то. Мне осталась всего лишь одна единственная лига после Бундеслиги. Когда я сейчас завершу сезон. Это, естественно, французская. Это ПСЖ на именно этом домашнем стадионе. Вот он, Киллиан Мбаппе. Мы играли здесь, кстати, на этом стадионе в прошлом году. С Атлетико Мадрид против ПСЖ. Мы их выбили в полуфинале. Я на этом стадионе забил хэт-трик. В ответном вроде полуфинале это было. Это замечательно было. Ну, перехватите вы. Спокойно. Ну, естественно, Лунев вот такую шляпу пропускает. Конечно, и Канэ еще перед самым перерывом забивает. А мы вот так. И бей. Бакаев. 1-1. Голевая передача на него. 70-й минут. Как я вообще это все увидел? Просто гений. Жемалединов. Пушка просто 2-1. Вы просто посмотрите. Два моих голевых пасса. Что я творю? Просто раздаю. Отлично. 2-1. Мы обыгрываем сборную Франции в квалификации. Если мы сейчас действительно будем обыгрывать французов и дальше выигрывать, то мы точно пройдем на чемпионат мира. Как сейчас я идеально вот здесь вот подождал здесь. Вот так вот ушел такой. Думал, сейчас пройду. И вот здесь от штанги он еще и забивает. Жемалединов. Рифат. Рифат Жемалединов. Игру, которую мы, кстати, когда-то купили в карьеру за канал. 2-1. Победа сборной России над сборной Франции. Замечательно. Наши две голевые приносят нам победу. Я сколько раз уже на этом... Ну, я два матча точно на этом стадионе уже выиграл. За Атлетика. В одной-второй лиге чемпионов. И за сборной России сейчас. Ну, вот, кстати, в составе Манчестер Сити мы проиграли. А ПСЖ вроде здесь. Дома мы сыграли в ничью 0-0. Но здесь вот нам Демария там вроде забил. Ну и все. У нас сейчас 9 очков, как и у Чехов. 12 очков у сборной Франции. И у нас матч против Румынии. И там еще одно предложение о трансфере, кстати. Клуб Челси хотят предложить нам. Очень хорошо нам прям возвращать в АПЛ хотят. Я бы тоже бы вернулся в АПЛ. Но не сейчас, честно. И нас не берут, кстати, на матч против сборной Румынии. Я надеюсь, сейчас мы выиграем. Ребята, я вас верю. Пожалуйста. 3-1. Молодцы. Чалов изогнен. Молодцы, молодцы, ребята. Все. Итак, у нас вроде как дела обстоят неплохо. Да, даже я бы сказал вам хорошо. И пока что я все жду. Тут хотя бы у нас и месяц уже сейчас заканчивается. Тут игра против Майнца и Бешикташ остается. Две еще игры. Интересная здесь вообще ситуация. Одно очко у нас отставание до Лейпцига. Лидерства здесь у нас практически нет. Мы потеряем очки. Мы можем спуститься аж на пятую строчку. Посмотрите, здесь 25-26. Вот 25-25-26. Здесь мы идем вот так вот, прям табличкой такой. Глянем сейчас, что у нас там по сборной России. А раз мы обыграли все-таки Румынию сейчас еще. Глянем. Вот, у нас 12 очков. У нас 3 очка лидерства теперь. Походу, чехи играли со сборной Франции. Кстати, вот румынов там мы обыграли сейчас 3-1. Хотя играли 1-1. Вот. Сейчас мы глянем, что там французы, наверное. Да, французы чехов обыграли, поэтому они и потеряли очки. Если мы еще ни разу не проиграли, а французы нам-то уже проиграли, между прочим. У нас остается Северная Ирландия, которая идет 6-ая, ни разу еще не победила. Идет Венгрия, который... Ну, там мы вроде ничьи играли. И сборная Франции. Все? Или там еще? Нет, все. Ну, я же вам скажу нормально так. Если мы даже французов смогли обыграть, это все замечательно. Сейчас у нас матч против Майнца, потом игра против Бешикташа. Там уже против Бешикташа будет все уже, скорее всего, ясно, с кем мы, ну, на какой строчке закончим. Что тут у нас по голам? От меня ждут 21 гол. Оценка что-то у меня здесь низко, 8,3, а надо 8,4. Голевые я все сделал. Минимум 7 надо было, я уже 8 там сделал. По ударам пока что нормально у меня, еле-еле попадаю. Ну, вот оценочку. Ну и голы, естественно, быстро не придут. Я очень много голевых просто отдаю. Сейчас я лучший бомбардир на 2 мяча опережаю Милика и Эмболо. И по голевым 8 у меня, голевых на 4 опережаю. Сейчас вот такая вот ситуация у нас в лиге. Я на пятой строчке. И сейчас мы глянем, сколько там очков у Лейпцига. И сыграли ли они вообще свою игру? Лейпциг сыграл, но нам нужна победа, чтобы было опять 30 очков. Мы хоть как снова попадем на вторую строчку. То есть в сегодняшнем выпуске мы никак на первую строчку с вами не попадем. Максимум это вторая сейчас должна быть за нами. Опель-Арена, дождь на стадионе. У нас полная стамина. Поехали. Итак, выездной матч. Мы играем против Майнца. Сейчас борьба у нас за вторую строчку просто идет. Ну и все. Майнц-Боруссия. Поехали. И в обе здесь. На, по пустым. Отлично. Спасибо большое Шульцу, который на меня эту голевую сейчас отдал. Круто сейчас получилось. Причем я просил даже на весну, а он низом отдал. Снова, друзья, минимальная победа Дортмунда в Бундеслиге. Благодаря нашему единственному голу мы выигрываем. И мы в этом выпуске остаемся максимум на второй строчке. Одно очко у нас отставания до Лейпцига. Ну и завершение сегодняшнего Амужа, кстати, вроде в плей-офф. Скорость рывка у меня, кстати, вообще 96. Бешикташ и Зальцбург у них вон по одному очку, но вряд ли они за две игры нас обгонят сейчас. Здесь у нас сейчас получится, если мы выиграем даже Бешикташ сегодня, то есть делаем пятую победу, то Ювентус нас уже не догонит. Хотя нет, у них будут все равно шансы только догнать с равенством очков, но они уже тупо не возьмут первую строчку, потому что мы не сможем им 3-0 проиграть, я этого просто не допущу. Играем мы дома против Бешикташа, мы их обыграли в первом туре с счетом 2-0. Ливень на стадионе, у нас такая себе форма, если что, попросим замену, поехали. Итак, наш снова домашний стадион, приятно играть на нем, очень классный сигнал Дуна Парк стадион, тем более фифион литензионный, хотя написано BVB стадион Дорнанд, как так, но он сигнал Дуна Парк, может быть переименовали, я не знаю, но. Борусия Дорнанд, Бешикташ, пятый тур Лиги Чемпионов, поехали. И Санчо 1-0, отлично мы здесь разыграли. И вот, это наш отличный шанс сейчас забить. И залетает все-таки, какой хороший парашют нам написали, это классно, я увидел, что он выбегал, я не умею никогда бить вот эти парашюты. Как же классно у нас получилось это сделать. Очень хорошо прям перекинули. И все, друзья, снова уверенная победа над Бешикташем, со счетом 2-0 мы выигрываем, наш гол один был в сегодняшнем матче, парашюта мы забили. Ну оценка у нас что-то в последних матчах прям действительно такая себе, 7-6, лучший игрок Джейден Санчо 8-9, 25 голов в сезоне, выдающийся результат нам сказали, спасибо, что нам напомнили об этом. Так, Хорев забивает и оформляет победу, да, у нас 25 голов, в 26 матчах еще 16 голевых передач. В следующем выпуске у нас начнется матч против Байера, вот, Байер, Гамбург, кстати, снова против бывшей команды, встретимся. И еще одно предложение о трансфере, здесь Барселона предлагает, но нет. Я бы перешел бы, естественно, если бы закончил бы уже тут после ПСЖ, если я вообще туда перейду. Вот, что у нас сейчас? Все неплохо, давайте быстренько пробежимся по итогам выпуска, быстренько прям. Во-первых, у нас, так, Лейпциг не сыграл свою игру, Бавария вот сыграла, и вот если мы сегодня выигрываем, ну, Байер в следующем выпуске, то мы снова попадем, ну, на первую строчку, естественно, если Лейпциг там проиграет свою игру, а Лейпциг играет с Баруси и Мельхенгладбах, так что, скорее всего, выиграют. Пока что мы на второй строчке. Так, в третьем туре мы встретимся против Герты в Кубке Германии. Это нам не надо, здесь мы проиграли по пенальти. Кстати, Атлетика Мадрид наш клуб проиграл Сити в борьбе за Суперкубок. Вот, то есть не вовремя мы прям ушли. Здесь у нас 5 побед, замечательно все, 12 забитых, 3 пропущенных. Мы пока что на первой строчке и вряд ли вообще уйдем оттуда, потому что надо будет забивать Ювенту целых 6 мячей, но это вряд ли такое будет. Ну и все, здесь нам ничего не надо. Здесь мы, вторая строчка, на 3 очка опережаем Чехию, это супер. Ну и все, быстренько глянем, что у нас в следующих выпусках будет. У нас будет матч с Ювентусом, Байер, ну тоже такой важный, по крайней мере, Кубок Германии. Матч против Лейпцига как раз, первая строчка, скорее всего. И снова будет в январе матч против Лейпцига. То есть тут трансформировано окном прям завершим, наверное, быстро получится выпуск. Если мы пройдем в Кубке Германии, может сюда куда-нибудь еще влепят второй матч, посмотрим. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые всегда у нас по субботам теперь. С вами был Андрей и канал Футбол, это жизнь данных трех, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok